Всем привет, мои дорогие друзья, я рад вас приветствовать в новом ролике, хочу вас предупредить, если хотите больше контента, заходите на Boosty, там всё на неделю, если хотите узнать расписание выхода серии, то заходите в мой TLGRM канал, там есть фотографии, когда будет выходить из серии, в каком порядке, если быть точнее, также у меня есть Discord скорость сервер, где вы можете со мной поговорить в Телеграме тоже, что ж я сказал, всё что хотел, переходим к ролику. Ладно, попробовать не помешает, верно. Алекс наконец решился. Хотя развитие в мире Марвел уже шло быстрее, чем он себе представлял, в какой-то момент это ограничило бы скорость, с которой он мог бы получить GP, конечно, до этого ему было ещё далеко и развивать игровую индустрию в другом мире, в настоящее время он не собирался. В настоящее время я сосредоточен на мире Марвел, количество неприятностей и трагедий, которые здесь произойдут, невообразимо. Это мой основной мир, в котором находятся все мои игроки, и я чувствую, что часть моего долга, защитить этих людей, чтобы они могли продолжать играть в мои игры. Было бы отстойно, если бы Таносу удалось щёлкнуть пальцем, и вдруг я потерял половину своих игроков. Алекс наконец понял. Теперь он больше не был в нерешительности, он использовал мышь, чтобы щёлкнуть по опции, чтобы открыть другой портал. Ничего не изменилось. Растерянно оглядевшись, Алекс подумал о найденной им пещере, которая привела его в мир Марвел, и понял, что, вероятно, возникла ещё одна подобная пещера. Заинтересовавшись, Алекс вышел из дома и пошёл в комнату Би. Эй, Би не хочешь прогуляться? Я иду в неизведанный мир, было бы неплохо, если бы ты составил мне компанию. Сказал Алекс, глядя на Би, который припарковал свою машину в мире Оазиса и тут же вышел из игры. Да. Что это за мир? Это тот мир, из которого я пришёл. С любопытством спросил Би. Алекс только покачал головой. Я до сих пор не знаю, это может быть мир, из которого ты пришёл, или это может быть другой мир, который я уже знаю, или это может быть мир, о котором я никогда не слышал. Это приключение с неизвестным пунктом назначения точка. Услышав это, Би ещё больше обрадовался, вышел из комнаты и выжидающе посмотрел на Алекса. Мы поедем на GTR или на Фрари. Сказала Би взволнованным голосом. Алекс задумался на мгновение и покачал головой. Эти двое очень красивы, решать тебе. Услышав это, Би не раздумывал и изменил свой внешний вид на GTR, перейдя в режим автомобиля. Мне больше нравится GTR, сказал Би с небольшим смущением. Ещё раз спрошу Би точно не Фембот. Алекс усмехнулся и забрался на водительское сидение. Пока они ещё были в заснежённом лесу у дома Алекса, Би держал подвеску очень высоко, как будто это был внедорожник, при этом использовал более толстые шины, что очень помогло с маневренностью на таком типе местности. Направляясь к предыдущей пещере, Алекс начал осматриваться с опущенными окнами, используя эльфийское дыхание, чтобы попытаться ощутить дыхание жизни откуда-то ещё, точно так же, как он сделал, чтобы найти эту пещеру. Проезжая через пещеру Марвел, Алекс обычно чувствовал дыхание жизни, исходящее из пещеры, и просто игнорировал его, продолжая ездить, пока снова не почувствовал его, исходящее откуда-то ещё. Сменив направление с помощью руля, Алекс продолжал медленно ехать, пока не заметил ещё одну пещеру. Он был уверен, что этой пещеры здесь раньше не было, а по ауре жизни, которая излучалась через эту пещеру, он был уверен, что это и есть портал в потусторонний мир. Давай, Би, постарайся меньше шуметь, потому что мы не знаем, куда идём. Осторожно, сказал Алекс, закрывая окно и осторожно ведя машину. Би понял и заглушил выхлоп машины. От чрезвычайно громкого шума, который он использовал ранее, до практически бесшумного шума теслы. Тот спортивный обвес GTR, который ехал бесшумно, был очень странным, но они просто проигнорировали его и с любопытством посмотрели в конец туннеля. Наконец достигнув света, как и в мире Марвел, они вышли в лес. «Ты что-нибудь чувствуешь, Би?» Спросил Алекс. Би потратил пять секунд, прежде чем ответить. «Это не мой мир, я не могу связаться ни с одним из других автоботов». «Ясно, значит мы должны быть более осторожными». Прокомментировал Алекс, медленно проезжая через деревья. Чтобы помочь что-то найти, Алекс снова открыл окна и попытался почувствовать кого-то с эльфийским дыханием, но только через десять минут смог что-то почувствовать. «Кажется, я кое-что нашел, Би!» Сказал Алекс тихим голосом, меняя направление движения, чтобы ехать туда, куда он чувствовал. Как ни странно, с течением времени исчезало то чувство жизни, которое демонстрировало ему эльфийское дыхание. Он убегает. Недоумевал Алекс, ускоряясь дальше. «Впереди кто-то лежит, Алекс, но он кажется мертвым». Прокомментировала Би тихим голосом через автомобильную аудиосистему. «Похоже на человека». Заинтересовавшись, Алекс поднял голову и увидел, что говорит Би. На земле лежали два мертвых человека. У этих двоих был одинаковый цвет волос, очень ярко-рыжий, но больше всего внимания Алекс привлекло что-то на лбах этих людей. «Это повязка ниндзя». Алекс легко понял это. Подойдя поближе, Алекс увидел, что это действительно повязка ниндзя, а в центре повязки был рисунок спирали. Я думаю, что они из клана Узумаки. Итак, мы пришли в мир Наруто. Но если они из клана Узумаки, это означает, что это временная шкала задолго до начала основной сюжетной линии. Увидев на земле эти трупы, которые, видимо, умерли всего несколько часов назад, Алекс ощутил всю жестокость этого мира. Несмотря на то, что мир Марвел был очень опасен, это все же было общество с правилами и законами, но если это действительно мир Наруто, то здесь гораздо опаснее. Несмотря на наличие божественных навыков, таких как Дэдэшот или магические силы Грея Фуллбастера, это все еще недостаточно близко, чтобы иметь дело с монстрами, такими как джинчурики или деревенские КГ, которые могут практически стереть страну в мгновение АК, поскольку все здесь обучены убивать с детства. «Пойдем, Би, я думаю, нам все еще нужно больше подготовки, чтобы взаимодействовать с этим миром». Алекс сказал Би, когда он повернул руль и поехал обратно тем же путем, которым они пришли. Когда Алекс почувствовал сквозь эльфийское дыхание, что к ним приближаются какие-то живые существа, он еще больше ускорился, уворочиваясь от деревьев и возвращаясь назад как можно быстрее. Би почувствовала настойчивость в тоне Алекса и сотрудничала с ним. К счастью, для кого-то с такими хорошими навыками вождения, как у Доминика Торетто, увернуться от деревьев на такой хорошей машине, как Би, было относительно легко. Когда они, наконец, вернулись домой, Алекс окончательно успокоился. «Что это был за мир, Алекс?» Смущенно спросила Би, возвращаясь в свою роботизированную форму. «Очень опасный мир, там детей учат убивать с шести лет, а с бездарными власть имущие обращаются как со скотом, умирая по глупейшим причинам и развязывая войны ради жадности. Прокомментировал Алекс. «Похоже на Кибертрон», слегка грустно ответила Би. «Прости, Би». Алекс понял, что сказал что-то обидное, и извинился. «Не волнуйся, мне было грустно не из-за того, что ты сказал, а из-за ситуации моих товарищей, поэтому я хочу им помочь». Ответила Би, качая головой. «Не волнуйся, когда это будет в моих силах, я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь тебе и твоим товарищам. Я верю, что Тони тоже сможет помочь через несколько лет, с его знаниями возможно, что появятся некоторые полезные идеи.» Прокомментировал Алекс, о чего Би почувствовал себя более расслабленно. «Спасибо, Алекс.» «Между тем, рядом с трупами двух членов клана Узумаки, которых они нашли мертвыми, появились два человека. Черт возьми, мы не успели вовремя». С досадой и гневом сказала одна девушка, глядя на трупы своих родственников. «Не сердись так, Майка, как бы мне не хотелось это видеть, приближается война, мы должны сохранять спокойствие и анализировать ситуацию наилучшим образом, если мы не сделаем этого, иначе наш клан может быть уничтожен». Мужчина, тоже с рыжими волосами, вздохнул. «Но Хисока-сенсей, мы никому не причинили вреда, почему они так хотят нас уничтожить». Расстроенно сказала Майка, сдерживая слезы. Хисока лишь покачал головой. «Потому что у нас есть то, чего нет у них, а если они не могут этого иметь, то лучше, чтобы это было ни у кого. Грядущие годы будут для нас очень треважными, мы должны стать сильнее, чтобы защитить нашу семью, помни, это, Майка». «Да, Хисока-сенсей». Серьезно сказала Майка. Пока Майка отвлекалась на смерть этих ниндзя, Хисока заметил странные следы на земле. «Подожди здесь минутку». Серьезно сказал Хисока, решив пойти по следам на земле, похожим на карету. «Они хоть и похожи на колесницу, но все же не так близко, может быть, это от какого-то зверя, привлеченного запахом». Недоумевал Хисока, осторожно следя за этим. После нескольких минут бега Хисока наконец добрался до конца следов. Но странно, что эти следы исчезли возле горы. Как хороший мастер Фуиндзюцу, Хисока всячески пытался найти что-то здесь спрятанное, но ничего не нашел. «Может быть, я слишком волнуюсь». Хисока задавался вопросом, оглядываясь вокруг и пытаясь придумать гипотезу о том, что могло произойти. А может быть, они сделали это нарочно. Он не мог этого понять, но через некоторое время сдался и решил рассказать об этом патриарху. Но мало ли он знал, что там, где он был сейчас, несколько минут назад была большая пещера, которая служила порталом в другой мир, но это была магия, которую они не могли понять за такое короткое время. Поговорив с Би в течение нескольких часов, Алекс почувствовал желание стать сильнее, чтобы защищать игроков в своих играх и быть достаточно сильным, чтобы не бояться путешествовать в другие миры. Судя по тому, что он видел в системе, он не ограничивался только разработкой игр для мира Марвел или даже только для мира Наруто, который он только что открыл. Вероятно, когда другая цель будет достигнута, он откроет другие миры для путешествий, но это не принесет никакой пользы, если у него не будет достаточно сил, чтобы защитить себя в этом другом мире. Давайте ускорим заработок. Алекс начал формулировать планы. Доступны игровые очки, 6100.000. Глядя на общее количество игровых очков, Алекс начал подсчитывать, сколько времени ему понадобится, чтобы набрать 10 миллионов, необходимых для превращения Оазиса в виртуальный центр для всех его игр, и понял, что пока он ничего не потратит, он мог сделать это в течение 4 дефис 6 дней, в зависимости от того, насколько быстро Fortnite и Minecraft все еще приносили деньги. Хорошо, учитывая деньги, которые я потратил на магию Земли и способность мистик изменять форму, чтобы я могла свободно бродить в реальном мире как ночь, и GP, которые я собираюсь потратить на разработку мода Minecraft Mutant, скорость все еще выше ожиданий. Алекс понял это и стал увереннее. Когда хаб был закончен, он уже чувствовал, что разработка игр для одиночной игры значительно ускорит скорость, с которой он будет получать деньги. Несмотря на то, что эти игры являются нишевыми и не могут продать столько копий, как Minecraft, или привлечь столько же игроков, как Fortnite, продажи каждой копии игры за 20 долларов будет достаточно, чтобы быстро заработать Алексу несколько миллионов GP, что потенциально ускорит скорость, которую он мог бы достичь. Я могу использовать одиночные игры, чтобы привлечь больше игроков и собрать больше GP, и использовать это для развития моей имморга. С помощью этой имморга я уже могу сделать человечество сильнее до такой степени, что оно сможет защитить себя во время атак и бедствий, которые произойдут в будущая точка. Сказал себе Алекс, записывая планы, о которых думал. Все это уже было запланировано, и Алекс начал притворять эти идеи в жизнь. Первым шагом была разработка мода Minecraft Mutant. Размышляя о мире Наруто и идеях, которые у него были в МГА, Алекс уже разобрался с некоторыми интересными способностями и начал все это настраивать. Когда он, наконец, закончил эти настройки, Алекс намеревался разработать сюжетную линию, которой игроки могли бы следовать и наслаждаться, экспериментируя с силами до конца, где он удивит игроков. С выходом Fortnite количество игроков в Майнкрафте уменьшилось. Но учитывая, что было продано более 100 миллионов копий, общее количество игроков онлайн все равно было очень высоким, не говоря уже о том, что Fortnite также служила для привлечения новых игроков в Майн, что делало отношения между двумя играми довольно симбиотическими. В это время в Hypixel нет гулял с Питером и Халком. Тебе действительно не нравился Fortnite, не так ли, Халк? Сказал нет, покачав головой. На тот момент он не стримил. Халк не любит оружие, только крушить. Расстроенно сказал Халк, вспомнив, каково это, быть пораженным оружием в реальной жизни, и как это оставило его немного травмированным. Уже в Майнкрафт он мог просто сосредоточиться на том, чтобы ломать вещи и уничтожать все своими кулаками. Я тоже не очень люблю оружие, Халк, не волнуйся. С улыбкой сказал Питер, положив руку на плечо их зеленокожему другу. Отношения между тремя складывались очень хорошо. Хотя нет и Питер не знали Халка лично, они видели Халка ребенком и относились к нему таким образом, что сделало Халка очень счастливым. Услышав, как Питер сказал, что он тоже не любит оружие, Халк расплылся в широкой улыбке и был счастлив. Увидев, как они ладят, нет рассмеялся. Эй, а вы заметили, что все чаще можно увидеть людей в скинах, похожих на магов? Даже некоторые люди носят шляпы фокусников. Прокомментировал нет, осмотревшись вокруг, а чего Питер и Халк тоже выглядели любопытными. Халк видит много таких людей. Прокомментировал Халк, глядя на девушку в розовом платье ведьмы, с большой шляпой и на нескольких мужчин вокруг нее, соперничающих за ее внимание. Питер тоже это увидел и вспомнил, что слышал в школе. Эй, нет, помнишь, о чем тот говорил вчера в школе? Я думаю, это как-то связано с этим. Ниду пришлось немного подумать, прежде чем он вспомнил. Ты говоришь о школе магии, которую они проводят здесь, в Хайпикселе? Да, кажется, что игрок по имени Ванг купил DLC Witchcraft, когда оно было выпущено, и приложил много усилий для его изучения. Затем, после того, как он нашел других игроков, которые также изучали его вместе, они решили создать магическую группу, так что все больше и больше заинтересованных людей похоже, что они превратили его в школу волшебства. Питер объяснил, что он услышал, и чтобы нет запомнил, и для того, чтобы Халк понял, о чем они говорили. Как здорово! Они примут нас учиться магии с ними. Нет заинтересовался, думая, что было бы здорово использовать магию. Когда этот DLC был выпущен, он нашел его интересным, но он был настолько сосредоточен на игре в Скайблок, что через некоторое время забыл об этом. Я думаю, они примут нас, но они говорят, что изучать магию довольно сложно, поскольку DLC было выпущено без каких-либо руководств, поэтому игроки все еще изучают его самостоятельно и понемногу познают магию. Питер объяснил, тоже немного заинтересованный. Халк тоже может учиться. Спросил Халк, удивив их обоих. Нет и Питер смотрели друг на друга, пока Питер не ответил. Они говорят, что принимают всех, но если ты собираешься учиться, Халк, ты должен быть спокоен, если ты будешь кричать на кого-то, тебя могут выгнать. Халк очень спокоен. Гордо сказал Халк. Халк тоже хочет изучать магию. Итак, поехали, звучит интересно изучать магию в Майнкрафте. Взволнованно сказал нет, подходя к людям в волшебной одежде. Итак, они втроем направились в школу магии. Чего нет и Питер не знали, так это того, что Халк понятия не имел, что такое магия, и просто хотел быть с единственными друзьями, которые у него были. И если Халк заинтересуется магией, это сильно повлияет на будущее, чего никто не мог себе представить. Эту магию можно использовать в реальном мире. С любопытством спросила древняя, глядя на магию, которую Ванг демонстрировал ей в Майнкрафте. Ванг был немного смущен, услышав ее вопрос, но все равно был очень взволнован. Пока что мы не смогли применить это в реальном мире, но, учитывая концепции магии в этой игре и то, как Ночь использовал манипуляции с землей в появившихся видеороликах, я считаю, что это действительно так. Возможно, настолько, что я уже начал пытаться разработать способ испытать это, но на самом деле это еще неизвестно, поскольку наши знания об этой магии все еще очень скудны, учитывая количество вещей, которые мы еще не поняли. Ванг уважительно объяснил. Конечно, поэтому я и решил позвать сюда мастера, так как ее познание в магии намного глубже моих, может быть, это ускорит наше исследование. Услышав это, древняя немного удивленно подняла бровь. С тех пор, как в мире появился Маджанг, она все чаще и чаще удивляется, так как по какой-то причине не могла увидеть будущее этой компании, не просчитать, какие изменения в мире может вызвать эта компания на будущее. С одной стороны, это было довольно тревожно, но, с другой стороны, она все больше и больше интересовалась этим. Помимо тебя, сколько еще учеников изучают эту магию? Она спросила. Ванг немного подумал, но вскоре назвал точное число. В настоящее время 37 учеников Камар Тадж изучают эту магию, в том числе несколько старейшин, которые заинтересовались после того, как я рассказал им о развитии и возможностях, которые оно может принести в наше исследование. Древняя кивнула головой и пошла по пройденной ими школе магии, о чем-то думая. Ванг не стал прерывать ее мысли и просто молча последовал за ней. После полной экскурсии по волшебной школе возник еще один вопрос. Я насчитала 72 человека, изучающих эту магию, вы что-нибудь о них знаете? Она спросила точка, опять магические числа. Ванг покачал головой. На самом деле общее количество учеников составляет 388 человек, но большинство из них в это время не в сети. У меня мало информации о них, так как личности игроков в Майнкрафте засекречены, я не смог узнать о большинстве из них ничего особо важного, просто некоторые студенты привлекли мое внимание. Он сказал, открывая свой список друзей и показывая имена некоторых игроков, а также их изображение профиля персонажа Майнкрафта. Эти три игрока меня заинтересовали, двое из них, по-видимому, друзья и имеют очень развитые концепции магии, что-то, во что трудно поверить, исходит от одного обычного человека, Поэтому я поговорил с ними и узнал, что они оба фанатичные арпеджи игроки, очень распространенный стиль игры среди молодежи, когда они используют свое воображение, чтобы изобретать вымышленный мир и создавать истории и приключения вокруг него. По-видимому, два игрока управляют персонажами, которые являются волшебниками в стиле, который они называют, Мин Макс, что-то, что очевидно, изучает игру как можно лучше, чтобы иметь возможность использовать магию наиболее эффективно, не нарушая правил. Ванг терпеливо объяснил. Услышав его объяснение, Древняя была очень удивлена, с такой концепцией они были бы очень многообещающими учениками Камар Таджа, вероятно, способными стать гроссмейстерами за короткое время. Должно быть, это люди, которых очень любят в этой игре под названием арпеджи. Сказала она с улыбкой. Возможно в этом мире будет маг-паук. Ванг кивнул в знак согласия, не зная, как ненавидят игроков, Мин Макс, в сообществе настольных ролевых игр. А последний студент. Чем он был интересен? Спросила она с любопытством. У этого последнего ученика есть прозвище Старфынги, и он очень похож на свое прозвище. Поскольку изначально он не интересовался магией, всегда хвастался, насколько он богат, или что-то в этом роде, но когда один из учеников победил в певипе дуэли, сделав ставку на машину с помощью магии, Стрэндж пришел в ярость и начал изучать магию с большой самоотдачей, продемонстрировав к ней большой талант. Ванг объяснил с небольшим смущением. Услышав прозвище этого игрока, глаза древней заметно сузились, заставив Ванга подумать, что он сказал что-то не так. Когда она сказала, что нужно срочно что-то делать и отключилась, он еще больше забеспокоился, что сказал что-то нехорошее. Но она даже не подумала об этом и вышла из игры, не задумываясь. Держа на шее глаз Агамота, а жерелье с драгоценным камнем времени, древнее начало использовать свою магию, чтобы снова попытаться прочитать будущее, но на этот раз сосредоточившись на Стивине Стрэнджи, своем ученике, который, согласно судьбе, должен был принять мантию Верховного Мага через несколько лет. Увидев результат этого, ее сердце затрепетало. Это другое, прошептала она. Его будущее изменилось, с тех пор, как он вступил в контакт с Майнкрафтом, график времени, в котором он должен был развиваться, изменился. Присмотревшись повнимательнее, она заметила, что будущее было более запутанным, чем раньше, но на этот раз она не сдалась и использовала много магии, чтобы попытаться заставить Стивена увидеть будущее. С большим трудом камню времени удалось лишь мельком увидеть будущее Стивена, но то, что она увидела, заставило ее женщину более 400 лет, отвиснуть челюсть от изумления. Стивен сидел в кресле Верховного Волшебника, точно так же, как она могла видеть ранее, все еще влетающие накидки, которые он получит в будущем, а также соком Агамота на шее, но что ее потрясло, так это то, что он был не один. Перед ним был другой Стивен-незнакомец с листом бумаги, бросая кости на стол, перед этим Стивеном был другой Стивен, но выглядевший очень бледным и с открытым третьим глазом на лбу, смотрящим на Стивена в колдуне, стул с упрями, когда он разорвал перед собой лист бумаги, напоминающий лист бумаги Стивена, а рядом с ними была даже женская версия Стивена, которая смеялась над ними, целуя пару цветных игральных костей в ее руке. Другие люди могли бы подумать, что эти Стивены были братьями или кем-то еще, но с ее знанием древняя знала, что эти люди были не тем Стивеном, которого она знала, а другими версиями его из других мультивселенных. Что делало все это еще более шокирующим, так это то, что в углу комнаты стоял квадратный Стивен, похожий на персонажа из Майнкрафта, который очень осторожно гладил маленькое яйцо. Если бы просто Стивена из других мультивселенных, собравшиеся вместе, играли в игру, которую она никогда в жизни не видела, было бы достаточно, чтобы древняя была шокирована, увидев их версию из Майнкрафта, в ее голове появился большой вопросительный знак. ВТФ Все просто, Стивен Стивена погонят Стивеном на Стивене. Я даже не знаю, как это рыдочить. Благодаря инвестициям Mojang в Twitch популярность Фортнета и Майнкрафта неуклонно росла. В настоящее время Twitch был не только сайтом прямых трансляций, но также имел функцию для пользователей, чтобы публиковать видео, что сделало популярность сайта еще больше, особенно после того, как Ночь посоветовал Эммету добавить функцию для коротких вертикальных видео, чтобы пользователи могли смотреть его на своем мобильном телефоне. Пока эта функция не была так популярна, как прямые трансляции или функция длинных горизонтальных видео, так как смартфоны были еще относительно новыми и мало у кого были, но тем не менее, даже пользователям компьютеров было уже довольно интересно смотреть короткие видеоролики, и они даже не подозревали, что прошли часы, и они просмотрели сотни этих видеороликов. Еще одним большим стимулом для создателей контента было то, что они могли использовать фрагменты прямых трансляций, которые они делали на сайте, редактировать их на самом сайте и публиковать как отдельное видео, что могло принести этим людям высокий доход. Рекламный потенциал Алекс был поражен тем, как быстро рос этот рынок по сравнению с его старым миром, в котором был такой огромный бум аудитории только в 2015 году, но в этом мире это был только 2012 год, и эта тенденция уже становилась почти такой же большой, как в предыдущем мире. Еще одна вещь, которую Алекс посоветовал сделать иммету, заключалась в том, что в отличие от его предыдущего мира, где твич забирал 50% прибыли и оставлял только половину создателям, в этом мире это было изменено на 20% для твича и 80% для создателей. Стоимость содержания сайта была очень низкой благодаря системе Mojang, которая побуждала еще больше создателей присоединяться к платформе и невероятно увеличивала доход твича даже больше, чем когда он получал 50% прибыли. Глядя на производительность Фортнета и Майнкрафта, Алекс также был чрезвычайно доволен, особенно когда он увидел, что сегодня утром он достиг 10 миллионов GP, что позволило ему наконец-то отделить оазис от Майнкрафта и Фортнета. Для этого изменения Алекс сделал это довольно сдержанно, просто внедрив его через обновление в софт игроков. В то время как раньше им приходилось загружать Фортнайт и Майнкрафт по отдельности, чтобы получить доступ к обеим играм, теперь игроку нужно было только загрузить, оазис, а внутри нее игрок мог получить доступ к Фортнету или купить Майнкрафт через интерфейс. Игроки были очень удивлены, когда увидели это изменение, особенно очень красивый и элегантный дизайн, который Алекс использовал для бренда Оазиса. Что еще больше привлекло внимание игроков, так это то, что в отличие от ранее, когда им приходилось ждать несколько секунд, чтобы переключиться между Майнкрафтом и Оазисом, теперь этот переход был мгновенным. Вокруг Оазиса появилось несколько порталов, где игроки могли пройти через них и сразу же подключиться к миру Майнкрафта, больше как место, где игроки могут найти других игроков с общими интересами, чтобы сообщество могло укрепиться, но, конечно, еще оставался вариант, когда игрок мог войти в игру прямо через меню в любом месте Оазиса. Это обновление было очень хорошо воспринято игроками, по их мнению, чем практичнее игра, тем она будет лучше. И это отразилось на доходах, которые приносили игры, у Майнкрафта был скачок в количестве продаж, и у Фортнета также было намного больше игроков, которые тратили на боевой пропуск или покупали скины, чтобы выглядеть лучше, как в игре так и в Оазисе. Новые магазины также появились в Оазисе, где даже у Stark Industries также был фирменный магазин, где игроки могли посетить и узнать о разработанных ими там технологиях, как об энергетической технологии дугового реактора, так и о месте, где игроки могли испытать ботинки железного человека и перчатки, появившиеся в Фортнайт, которые позволили большему количеству людей во всем мире лучше понять разум Тони Старка. Неприязнь игроков к Тони за то, что он далекий миллиардер, которого они никогда не могли догнать, значительно уменьшилась после того, как игроки весело поиграли с некоторыми из доспехов железного человека, что значительно увеличило популярность этого американского героя во всем мире. Другие бренды также арендовали магазины в Майнкрафте по очень высоким ценам, когда поняли, насколько это будет полезно для них, особенно когда увидели, что пользователи, примирившие одежду в Оазисе, имеют высокий коэффициент конверсии продаж для аналогичных товаров в реальной жизни, даже более того, с вариантом, который Маджанг разработал, чтобы пользователи могли покупать продукты в игре и чтобы они доставлялись к ним домой в реальной жизни по почте, что делает электронную коммерцию еще более Развитый в этом мире, поскольку, несмотря на то, что это электронная коммерция, он по-прежнему сохранял ощущение совершения покупок в настоящем магазине Конечно, для Аликса все это было здорово, так как Маджанг брала процент с продаж каждого продукта, купленного игроками через Оазис, в дополнение к арендной плате в магазинах, что после этого значительно увеличивало прирост джипи Аликса Удивительно, но в Оазисе и в Майнкрафте появлялись даже школы боевых искусств, школы магии и даже среды для тестирования силы Некоторые из наиболее безобидных способностей из мода Мутанты, выпущенного Майнкрафтом, были доступны для игроков в Оазисе, например, сила телепортации, сила телекинеза и даже способность бегать на высоких скоростях Что заставило людей, которые не любили мутантов, почувствовать, что это больше не было чем-то исключительным для этих благословенных людей И что в Оазисе каждый может быть таким, как они, в результате чего чувство угнетения, которое чувствовали Мутанты, значительно уменьшилось Даже в реальной жизни, где людей Икс очень ненавидели, теперь были люди, которые просили их показать некоторые из своих способностей в реальной жизни Чтобы они могли увидеть это лично, что оставило людей Икс весьма смущенными и довольными этими новостями Атаки террористов-мутантов, таких как Братство, не утихли, но теперь, вместо ненависти ко всем мутантам, теперь ненависть людей была больше сосредоточена только на этих террористах, чем на всех мутантах Были даже сообщения о родителях детей, которые надеялись пробудить способности мутантов в реальной жизни, чтобы они могли чувствовать себя особенными, что некоторые родители ненавидели, но эта часть населения уже могла видеть гораздо лучше За два месяца Оазис стал гораздо лучшим миром, где бедняки могли жить намного счастливее и приятнее, а богатые могли испытать то, что никогда не купишь за деньги в реальной жизни Даже школа магии, появившаяся в Майнкрафте, развелась намного больше, теперь уже более 10 тысяч учеников активно изучают ту самую загадочную магию, появившуюся в моде Уичкрафт для Майнкрафт, в котором также были безобидные заклинания, которые можно было использовать в Оазисе Население Оазиса, которое ранее составляло всего 900 миллионов человек, теперь, наконец, достигло 3 миллиардов пользователей по всему миру Для мира с населением почти 7 миллиардов человек это составляет почти 50% всего населения мира, которое хотя бы испытало этот мистический новый мир А Алекс, разработчик всего этого, в данный момент работал над созданием новой игры Глядя на дату на календаре, Алекс понял, что дата вторжения в Нью-Йорк очень близка Хотя он знал, что Тор в настоящее время играет с Мьёльниром, который ночь дал ему в Оазисе, Алекс не сомневался, что вторжение все равно произойдет, даже если Локи не был причиной всего этого, может быть, кто-то другой мог быть Поэтому Алекс чувствовал, что ему необходимо принять меры предосторожности для этого Бра, это ключевое событие За эти два месяца он накопил большое количество GP не только для того, чтобы покупать различные силы для защиты Земли и разработки новой игры, но и для того, чтобы отделить часть этого GP, чтобы игроки его игр могли использовать игровые силы в реальной жизни Эта транзакция стоила GP, поэтому цель Алекса в эти месяцы состояла в том, чтобы развить Оазис, дабы получить максимально возможное количество GP, так что даже если игроки тратят много GP, чтобы выкупить силы в реальной жизни, с ограничением Конечно, игра все равно приносила больше GP, чем он потратил, что сделало бы эту разработку прибыльной в долгосрочной перспективе, несмотря на чудовищные расходы Даже если игроки тратят много GP, пока я продолжаю разрабатывать игры и улучшать Оазис, этот доход всегда может поддерживать баланс с гораздо большим количеством GP, поступающим за счет трат игроков, чем за счет использования их способностей Взволнованно подумал Алекс, продолжая настраивать следующую игру В следующей игре внимание должно быть сосредоточено не на причудливых способностях, а на более простых и незаметных способностях, чтобы у игроков была более высокая выживаемость во время вторжения, поскольку некоторые из них также могут помочь защитить мир Глядя на очередной игровой проект, который был готов уже на 80%, Алекс остался вполне доволен Всего через несколько дней игра наконец-то будет готова, так что доход может получить очередной бум, подумал Алекс Я просто надеюсь, что этого достаточно Пока Алекс разрабатывал новую игру, высокий мускулистый белокожий мужчина беседовал с ником Fury Так вы имеете в виду, что теперь люди могут жить в виртуальном мире? Спросил Стив Роджерс с большим замешательством Да, не похоже, что это что-то обычное, просто недавно кому-то удалось разработать эту новую технологию, и в настоящее время часть населения уже начала привыкать к этому как к части своей рутины Ник Fury вздохнул, объясняя Будущее действительно сильно изменилось, это было сделано Старком Спросил Стив Роджерс, вспоминая своего друга, у которого в свое время было много инновационных идей Думая о чем-то настолько инновационном, Стив мог думать только о том, что это было сделано Старком, либо Говардом Старком, либо сыном Говарда, поскольку разум этого человека был чем-то таким, чего он никогда не мог понять Нет, изначально мы также думали, что это мог бы сделать Тони Старк, сын Говарда, но вскоре мы выяснили, что это то, чего даже Тони Старк не смог бы сделать с современными технологиями В этой игре, или, скорее, мире, используется технология, о которой мы понятия не имеем, как она работает Как только вы поместите этот мир на свой компьютер и нажмете, чтобы войти, ваш разум как будто телепортируется туда, и вы испытаете все ощущения, как если бы вы были там лично Лучшая гипотеза, которая у нас есть на данный момент, заключается в том, что в этом мире используется какая-то форма гипноза, но у нас нет никаких доказательств, подтверждающих это точка Ник объяснил серьезным тоном Услышав гипотезу Ника, Стив вскоре понял, что если бы это было сделано с дурными намерениями, вероятно, половина населения мира могла бы умереть мгновенно, отчего волосы у него на руках немедленно встали дыбом К счастью, кто бы это ни сделал, у него не было дурных намерений Стив вздохнул с некоторым облегчением Пока нет, но мало кто встречался с вдохновителем этого мира, и еще меньше людей встречали этого человека в реальном мире Большинство его появлений было только в созданном им виртуальном мире, где он действует практически как необузданный бог Ник ответил с некоторой горечью в голосе Стив понимал рассуждения Ника, но, несмотря на беспокойство по поводу этого нового мира, доброта в его сердце не позволяла ему относиться предвзято к человеку, который до сих пор не совершил ни одного злодейства По его мнению, это было похоже на притчу о малыше Гитлере Было бы справедливо убить ребенка, даже если в будущем этот ребенок станет причиной величайшего геноцида в истории Для многих людей не было сомнений в том, что это будет абсолютно справедливо, но для Стива, чья справедливость была усилена сывороткой суперсолдата, это было не похоже на то, что мог сделать обычный человек Это был тот человек, который сделал Клинта таким могущественным, какой он есть С любопытством спросил Стив Клинт Бартон, более известный как Соколиный Глаз, был одним из первых друзей, которых Стив завел, тренируясь в тренажерном зале Ща.И.ТО Поскольку сила этих двоих была намного больше, чем у обычных людей, они мгновенно стали спарринг-партнерами, поскольку только один мог быть спарринг-партнером другого Несмотря на то, что Стив выиграл 99% боев, которые у них были, по крайней мере, против Клинта ему не пришлось сдерживаться так сильно, как против обычных людей Да, было событие, когда брат создателя этого мира вторгся в виртуальный город, и жители этого города должны были сражаться, чтобы защитить это место Человек, внесший наибольший вклад в защиту города, получал золотое яблоко, которое удваивало силу Тога, кто его седал, вот почему Клинт стал таким могущественным Ник объяснил Виртуальный город подвергся нападению Я никогда не думал, что услышу это в своей жизни, ха-ха Стив рассмеялся над иронией, представив, что люди сражаются, чтобы защитить место, которого даже не существовало Что заставило его очень гордиться, когда Ник показывал кадры нападения на этот город, так это то, что не только военный персонал защищал это место, как он привык на войне, но и обычные люди сражались, чтобы защитить его Ощущение Тога, что миллионы людей вместе борются за идеал, заставило горячую кровь Стива вскипеть, ему захотелось оказаться в этом месте и сражаться бок о бок со всеми этими людьми Из того, что он увидел, следовало, что там были мужчины, женщины, подростки, которые, несмотря на явную разницу в цвете кожи, расе, поле, национальности, были едины в борьбе с общим врагом Если бы это было в реальном мире, смогли бы люди забыть о своих разногласиях и сражаться бок о бок с таким врагом Стив подумал с улыбкой, представив себе эту сцену По всей стране Тор и воины Асгарда лежали подключенные к Оазису, пьяные и смеющиеся с группой игроков, которые болтали и смеялись над разными историями, которые у них были по всему миру Поскольку в Оазисе не было языкового барьера, все игроки могли говорить и понимать друг друга в совершенстве Общение с людьми из других частей света становилось все более распространенным явлением, в основном из любопытства к различным культурам, которые существовали в этом месте Конечно, вредная и агрессивная культура игроков, которые хотели навязать, как должны действовать другие люди Была немедленно уничтожена после простого сообщения от других игроков и обзора команды модерации Оазиса Что привело к тому, что фанатики были забонены на 24 часа в первый раз, затем на 7 дней во второй раз, на 30 дней в третий раз, на 3 месяца в третий раз и так далее Оазис не препятствовал игрокам проповедовать свои убеждения, пока это не оказывало негативного влияния на опыт других игроков Наиболее часто используемая игроками опция, которая, по их мнению, сделала мир Оазиса еще более совершенным, заключалась в том, что можно было заблокировать человека простым нажатием кнопки Сделав так, что два человека больше не могли видеть или слышать друг друга внутри комнаты То, что было невозможно сделать в реальной жизни Благодаря этому неуверенные в себе люди гораздо меньше боялись взаимодействия с другими людьми в Оазисе, поскольку в любой неудобной ситуации они могли просто заблокировать другого игрока и мирно продолжать жить своей жизнью В баре, где пили Тор и воины Асгарда, Тор посмотрел на телевизор, по которому показывали игру в Фортнайте, и разочарованно вздохнул Игра оказалась не такой, как он себе представлял, хотя было забавно соревноваться с другими людьми, чтобы узнать, кто станет лучшим среди 100 человек в этой игре, поскольку они в основном использовали огнестрельное оружие, это делало битву намного менее увлекательной, чем она была на самом деле Даже Майнкрафт был для асгардцев веселее, чем Фортнайт, поскольку способ ведения боя в Майнкрафте был больше в том стиле, который им нравился, несмотря на то, что эстетика игры не была для них столь привлекательной Эй, ты слышал о секрете, который некоторые игроки нашли в самом изолированном районе этого хаба? Мускулистый чернокожий мужчина с длинными волосами, заплетенными в дреды, сказал своему другу, стоявшему рядом с ним Пасхалка, что это было? Мужчина азиатской внешности с интересом спросил Похоже, что группа пьяных игроков отправилась гулять по городу и заблудилась, пытаясь найти свой дом, из-за алкоголя один из игроков упал на землю, но, к удивлению игрока, он приземлился ртом на книгу Мужчина объяснил Книга В этом хабе Ты уверен? Ха-ха Его друг громко рассмеялся Центр, в котором они находились, был более средневековым центром, поэтому, чтобы соответствовать центру, магазины здесь были более средневековыми, поэтому книги появлялись очень редко, поскольку игроки здесь предпочитали сражаться кулаками, а не словами Да, поскольку игрок был пьян, он даже не почувствовал боли при падении и поднял книгу с земли Эта книга рассказывала историю средневекового мира, где существовали разные расы, были королевства, люди сражались с монстрами, были ледяные тролли и даже драконы У мужчины был громкий и живой голос, который привлек внимание других игроков в баре, похожем на таверну Мы ведь все уже поняли к чему это Эй, этот мир выглядит интересно Но откуда ты знаешь, что это пасхальное яйцо, а не просто книга, созданная другим игроком? С любопытством спросил другой игрок Черный человек рассмеялся и объяснил Потому что подпись в конце книги была очень уникальным именем Ночь Услышав, что подпись в конце книги была ночью, игроки еще больше отрезвились от желания узнать больше об этой книге Ночь Боже, здесь, в оазисе, невозможно подделать подпись, так что, если это было подписано ночью, то это должно означать, что это было сделано им Азиатский игрок пришел в восторг Да Это секретные записи о следующей игре Взволнованно спросил другой игрок Что такое пасхалка? Растеряно спросил Вальштаг Увидев внешность Вальштага, который немного походил на рыжеволосого средневекового гнома, игроки были немного озадачены, но вскоре поняли, что, возможно, он не очень разбирался в термине Пасхальное яйцо, это то, что говорят игроки, когда разработчик игры помещает в игру скрытое сообщение Иногда это похоже на тизер к предстоящей игре Объяснил один из игроков в таверне Эй, как называется эта книга? Заинтересованно спросил Тор Черный человек улыбнулся и загадочно ответил, пытаясь создать напряженность The Elder Scrolls, Warcraft Алекс с гордостью смотрел на почти законченную игру Первоначально он очень сомневался в том, какую арпиджи он собирается делать По его мнению, существовало три игры с огромным потенциалом, которые гарантированно понравятся большинству игроков Первой из них был Аскерим, которая, несмотря на то, что была однопользовательской, имела очень обширный и захватывающий мир с большим разнообразием квестов и множеством магических и боевых навыков, которые нужно было развивать, что Алекс очень любил, так как он мог играть за рыцаря, который призывал волшебные мечи, но который также умел делать зелье, зачаровывать, ковать и несколько других вещей одновременно, было невероятно Автор ебан знающий только Скайрим, или его подговорил Тодд Говард Другой игрой была World of Warcraft, которая, несмотря на то, что она существовала почти 20 лет в предыдущем мире Алекса, все же оставалась игрой, которой удавалось оставаться очень актуальной, особенно с идеей двух фракций, которые являются врагами и могут убивать друг друга в любое время Но у него отличная и глубокая история, и он был полностью разработан для поддержки миллионов игроков, играющих одновременно и взаимодействующих друг с другом, но его возможности были очень ограничены, что Вынуждало игрока создавать несколько персонажей Если бы он хотел попробовать все, что могла предложить игра И последней игрой была Dark Souls, и после некоторого размышления Алекс понял, что эта игра была самой ограниченной из трех, что, несмотря на то, что она была довольно веселой и сложной, самый большой фокус и точка удовольствия, которые Алекс чувствовал от игры, были в боях с боссами, которые были очень интересными, но для многопользовательской игры, как он ее планировал, все оказалось немного сложнее, чем он себе представлял Итак, идея Алекса заключалась в том, что он сначала сосредоточится на создании ММОРГ, а затем выпустит Dark Souls как однопользовательскую игру, как и его предыдущий мир, с возможностью приглашать друзей для помощи в игре в форме душ, поскольку он чувствовал, что эта система была очень веселой и наверняка имела успех Что касается самой игры, Алекс совершенно запутался между Skyrim и World of Warcraft С одной стороны, это была игра с полной свободой для игрока, с настолько невероятной механикой, что тратить ее было бы напрасной тратой, но с ограниченной историей и не поддерживающей миллионы игроков одновременно в одном и том же мире С другой стороны, был УАУР, в котором был невероятный мир, с чрезвычайно веселой историей, очень сложными подземельями и рейдами, которые побуждали игроков формировать группы, гильдии и развивать социальные навыки, но это грешило свободой, которую имел игрок, ограничивая игрокам так много всего, что это стало немного скучно для более обычного игрока, который не хотел иметь несколько персонажей Итак, после долгих раздумий Алекс наконец решил просто объединить две игры в одну Он намеревался использовать историю Эмир Азерата Фуаур с двумя фракциями, Альянсом и Ордой, но с некоторыми изменениями в классах, где игрокам по-прежнему придется выбирать некоторые конкретные классы, но эти игроки будут не быть такими ограниченными по мере своего развития, имея возможность вносить несколько изменений в свои классы за счет более глубоких характеристик и большей свободы в творчестве игроков в профессиях, как в Скирим Если есть игрок, который хочет создать стелс-мага, использующего магию для убийств, он может это сделать, даже если игрок хочет использовать Святую Силу Священника, чтобы сделать любого игрока очень живучим, он сможет это сделать Алекс решил увеличить лимиты каждого класса, но, конечно же с балансными правками С этими идеями, если бы он хотел, чтобы это было реализовано без какой-либо балансировки, вероятно, через несколько дней кто-то смог бы создать класс, который мог бы убить персонажа максимального уровня менее чем за секунду, поэтому Алекс потратил еще миллион GP, чтобы купить лучший искусственный интеллект, чтобы поставить его на место GM Азерата. GM Game Master или же Бок в игре Этот искусственный интеллект не только отвечал за 99% игрового баланса, но также отвечал за помощь игрокам с любыми проблемами, которые у них возникали с помощью билетов, а также за мониторинг игроков, которые покупают или продают золото, поскольку Алекс чувствовал это Было бы интересно позволить игрокам зарабатывать деньги, продавая золото в игре, правда это сделало бы опыт для игроков, которые не могли себе его позволить, очень плохим Итак, Алекс приказал GM запретить любую продажу золота за что-либо, кроме чего-либо внутри игровой валюты, все еще проверяя, справедливо ли цена сделки или игроки притворяются, что торговцы, но на самом деле таковыми являются За продажу золота за реальную валюту игроку выдастся предупреждение, если игрок сделает это снова, то игрок будет забанен фуаур и асчист на 3 дня Таким образом Алекс намерен предотвратить подобные вещи Но он не будет похож на Blizzard в своем предыдущем мире, который запрещал игрокам покупать золото, но также продавал токены уаур, которые можно было купить за реальные деньги и продать за золото в игре Алекс не хотел, чтобы реальные деньги мешали экономике и эс, уауркрифт Алекс намеревался сделать и эс, уауркрифт игрой с ежемесячной оплатой, как World of Warcraft в его предыдущем мире, с относительной ценой для каждой страны Страны первого мира будут иметь ежемесячную плату в размере 15 долларов США, как и Соединенные Штаты в его предыдущем мире, развивающиеся страны будут иметь ежемесячную плату в размере 10 долларов США, а бедные страны будут иметь ежемесячную плату в размере 5 долларов США Это было разделение цен, которое Blizzard использовала в предыдущем мире Алекса, и которое, по его мнению, было довольно справедливым, и он намеревался принять это и в этом мире, чтобы игра стоила в среднем 10 долларов в месяц для каждого подписчика Если игроки хотели тратить больше денег на игру, а Алекс знает, что они бы это сделали, он разработал магазин косметических предметов, таких как симпатичное снаряжение, которое игроки могут использовать в качестве трансмагрификации, скин для своей брони и другие действительно хорошие средства передвижения Конечно, эти вещи тоже можно было получить внутри игры, но путем очень сложного процесса, поэтому у любого игрока была бы возможность иметь все, что он хотел, независимо от того, есть ли у него деньги или нет История, которой решил следовать Алекс, будет такой же, как и Фуаур Клэсик, начиная всего с 4 раз для каждой фракции, откуда в будущем появятся новые расы Но, конечно, поскольку эта игра была в виртуальной реальности, как и романы, которые Алекс читал в своем предыдущем мире, он чувствовал, что создание более захватывающей системы также имеет фундаментальное значение Поэтому, как и NPC Вашис, каждый NPC Вейлдер Скроллс, у Ауркрафт будет свой собственный искусственный интеллект, благодаря которому они будут казаться настоящими людьми Мир игры также расширялся, поэтому размер мира должен был стать намного более реалистичным, а города также были больше, чем в игре, для большего погружения Что касается новых зданий, Алекс решил, что игроки смогут покупать свои дома в больших или маленьких городах, которые были расширены Идея, которую он почерпнул из Final Fantasy XIV, в которую он играл в предыдущем мире Когда он играл в эту Final Fantasy, Алексу однажды надоело играть в игру, но, опасаясь потерять свой дом из-за неактивности в течение 45 дней Алекс все равно заплатил еще 3 месяца абонентской платы, даже не играя, только потому, что ему понравилось как он украсил свой дом и не хотел его терять Таким образом, система домов также была чем-то, что Алекс интегрировал в мир Хотя увеличение размера игры является проблемой, если игрокам становится скучно, Алекс также добавил две системы, которые игроки могут использовать, чтобы ускорить это время Игроки могли нанять колесницу, чтобы ездить из одного города в другой каждые 10 минут за небольшое количество меди и сойти на полпути Или они могли заплатить несколько серебряных монет, чтобы нанять гиппогрифа, который перелетит из одного города в другой Если расстояние было больше, цена тоже будет выше, как уаур Еще одна вещь, которую сделал Алекс, это оптимизация графики в игровой памяти Если Skyrim с несколькими модами и уаур в последних расширениях имели очень красивую графику, то ванильный Skyrim и классический уаур были ужасно уродливыми Поэтому Алекс решил использовать в качестве основы для этой игры реалистичную графику, очень похожую на фильм уаур, выпущенный в его предыдущем мире Что касается мира, Алекс использовал систему, чтобы максимально улучшить ее, сосредоточившись на разработке квестов, рейдов, подземелий и NPS Это была главная причина, по которой Elder Scrolls Warcraft была игрой, на разработку которой Алекс потратил больше всего времени То есть на разработку ушло более 2 месяцев, и она все еще находилась в процессе производства Но когда эта игра была готова, Алекс был уверен, что реакция игроков будет бесценной Хотя с момента начала разработки игры Алексом прошло довольно много времени, игра все еще делалась Но поскольку Маджанг так долго не выпускала новых игр, Алекс решил выпустить некоторые намеки на следующую игру в Майнкрафте, в Фортнайте, главным образом в Оазисе Время от времени некоторые удачливые игроки находили в хабах какие-то странные предметы, такие как книги, плакаты, карты и подсказки, которые поначалу не имели никакого смысла Но когда на форумах через отчеты игроков появлялось все больше и больше подобных подсказок, это начало обретать смысл Некоторые игроки, у которых было больше свободного времени, начали собирать кусочки воедино и поняли, что все эти предметы представляют одно и то же, но с разных точек зрения Что-то такое, чего игроки до сих пор не знали, но с каждой новой подсказкой они приближались к истине Привет всем, я Тиридр Недавно я начал замечать некоторые сообщения на форуме Оазиса, и это привлекло мое внимание Сначала я думал, что это просто группа людей, которым посчастливилось получить какие-то бесплатные предметы Но со временем я понял, что все не так просто, когда я купил у игрока книгу под названием The Elder Scrolls Warcraft за 10 долларов Большинству эта книга может показаться неизвестной, но если кто-то из вас видел какие-либо сообщения об этих предметах, которые нашли другие игроки, возможно, вы уже что-то знаете об этой книге, просто вы ее еще не открыли В этой книге рассказывается очень интересная история, история о неизведанном мире, где жили могущественные титаны, самые могущественные существа в мире Но внезапно один из этих титанов обнаружил, что существуют злые монстры, которые развращают новорожденных титанов и превращают их в таких же монстров, как они Поэтому Саргирас, титан, открывший все это, взял убийство этих монстров своей миссией Но Саргирас начал убивать новорожденных титанов, чтобы не допустить рождения других монстров, поэтому титаны разозлились на Саргираса и тоже начали охотиться на него После бесчисленных лет войны Саргирас завоевал множество миров и собирался завоевать мир, где доминировали монстры, этот мир назывался Азерот Там монстры поработили и прокляли многие расы, и чтобы не слишком распространяться на эту тему, после нескольких и нескольких войн титаны заточили монстров этого мира до прихода Саргираса Когда он пришел, он убил этих титанов, но его отбила одна человеческая волшебница, которая была проклята им, и он вселился в тело ее сына, который станет самым могущественным магом человечества Я даже не знаю, как вам это описать, впереди еще много истории, но эта история увлекательна Все плакаты, карты, значки, все, что я видел в публикациях других игроков, соответствует нескольким частям этой истории в этой книге То есть все, что находят игроки, это что-то связанное с этой книгой, Elder Scrolls, Warcraft, шокирующее, нет Теперь, если моя теория заговора верна, вероятность того, что все, что мы найдем, связано с будущей игрой, которую разрабатывает Маджанг, чрезвычайно высока В отличие от Фортнета, у которого, казалось бы, нет предыстории, и Майнкрафта, в котором есть только сюжетная линия о битве Ноча и Хиробрина, у этой новой игры, кажется, достаточно истории для многих лет исследований Как фанат игр, и особенно фанат игр Маджанг, я очень рад попробовать этот способ игры, кто знает Возможно, мы перенесемся в этот мир и испытаем войну против этого титана по имени Саргирос Я еще не дочитал книгу, но узнал, что есть возможность скопировать ее на консоль, поэтому решил опубликовать книгу целиком Если кто-то заинтересован в прочтении книги, вместе со мной обсудим ее Мне очень хотелось бы Прочитав сообщение этого пользователя на форуме, миллиарды поклонников Маджанга вскоре были шокированы и взволнованы историей о возможной игре от компании Когда они начали читать книги и увидели, что некоторые из плакатов, которые были у игроков в руках, связаны с этой историей, некоторые богатые люди предлагали за это тысячи долларов, что очень обрадовало людей, нашедших эту пасхалку Первоначально этот пост не имел большого успеха, но по мере того, как все больше и больше людей распространяли информацию о новой игре, которую разрабатывает Маджанг, он распространился чрезвычайно быстро Среди людей, скачавших файл книги, был Хагун, который за приглашение на соревнование по выпивке был вынужден прочитать книгу вслух, чтобы воины Асгарда поняли эту историю, не читая ни слова Эти титаны выглядят довольно мощными, они могут уничтожать планеты Прокомментировал Фендрал, вздохнув Я думаю, мой отец тоже сможет это сделать Тор ответил немного сердито, но внутри он не был уверен, получит ли он когда-нибудь такую великолепную силу Учитывая, что он станет следующим королем Асгарда, правителем Семи Королевств, Тор впервые задался вопросом, будет ли он достоин, поскольку, если появятся такие могущественные существа, как титаны, сможет ли он защитить свое королевство Услышав историю о маге, победившем могучего титана, Тор вспомнил о человеческом маге, который приветствовал их в Мидгарде, древнее, который, по словам его отца, была даже не слабее, чем он сам На другой стороне оазиса, внутри большого здания, называвшегося Древней Школой Магии, название ей не нравилось, и куда каждый час приходили и уходили сотни учеников древние, которого боялся Тор читала книгу под названием Elder Scrolls, Warcraft Загрузив книгу, она смогла превратить ее в бумажную книгу, заплатив 0,1 доллара, что было для нее гораздо удобнее, чем чтение в окне системы, поскольку она читала физические книги на протяжении веков Когда она читала истории о Титанах и о том, как люди создали Школу Магии, обучающую магов защищать мир, она почувствовала, что она хорошо знакома с ней Возможно, Ночь уже знает о Камар Тадже Подумала она По ее мнению, это было слишком большим совпадением, что люди в этой истории создали Школу Магии, где они обучали людей справляться с силами, настолько мощными, что они могли уничтожить мир, избегая при этом земных конфликтов, не поддерживая ни одну из сторон Читая о том, насколько сильны Титаны в этой книге и насколько сильны враги, с которыми ей приходилось иметь дело бесчисленное количество раз, чтобы защитить Землю, древняя почти чувствовала, будто читает книгу о другом взгляде на то, что она пережила К счастью, в этой книге люди побеждают, но когда она увидела, что орки пришли из другого измерения, чтобы попытаться завоевать человеческий мир, ее сердце снова упало, она не знала, чем закончится эта война Поскольку игра по этой книге еще не вышла, у нее даже не было спойлера о том, что может произойти в будущем, поэтому древняя встала со стула и легла на кровать, опустив живот и подняв ноги, читая эту увлекательную историю, которая сумела ее заинтриговать Эта история заинтересовала не только их, но и большинство других игроков тоже нашли ее очень интересной Если бы это была обычная книга, вероятно, 80% этих людей вообще не заинтересовались бы, но поскольку эта книга рассказывала историю возможной игры от Маджанг, почти все игроки заинтересовались ею и начали читать Те, кто не любил читать, слушали аудиокниги в интернете или даже ходили в бары, где люди читали историю на сцене Во время его перерывов, чтобы попить воды и отдохнуть, люди в барах начинали обсуждать то, что произошло в истории, выдвигать теории, критиковать некоторых персонажей или даже заявлять, что им нравятся некоторые другие персонажи Не осознавая этого, эти игроки, когда была рассказана история людей Альянса, многие люди почувствовали себя героями, а когда была рассказана история Орды, многие люди поняли, что, хотя у них был низкий IQ, что они делали, это то, что они должны были сделать, чтобы защитить свою семью, что породило на свет принесло сторонников Орды Вскоре сообщество начало разделяться на группы, спорящие о том, кто прав, а кто нет Представители Альянса и Орды встречались и обсуждали сильные и слабые стороны друг друга, пытаясь убедить как можно больше людей присоединиться к ним Увидев людей, ходящих в синих рубашках с золотым львом или красных рубашках с черным примитивным символом, Стив Роджерс был потрясен Я думал, что в это мирное время войн больше не будет, поскольку у всех жизнь хорошая, но теперь я столкнулся с началом виртуальной войны Стив был шокирован, когда посмотрел на этих людей и начал изучать это, пытаясь понять, кто был прав В другом месте Тони Старк тоже держал в руке книгу, глядя на группу людей в синих и красных рубашках, не зная, кто прав или виноват в этой истории Субтитры создавал DimaTorzok